Чигара 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 Здравствуйте, Ромира Афатна. Здравствуйте. Заканчивается 2020 год и уже осталось совсем немного до начала 2021 года. Все мы знаем, что 2020 год был очень тяжелым и принес много потерь и кризиса. Из-за коронавируса COVID-19 весь мир надел на свои лица маски. И ученые всего мира борются в разработке вакцины. Я считаю, что мы привыкли к этой болезни. Что вы думаете об этом? Ой, привыкли. К этому, по-моему, привыкнуть никак нельзя, потому что это что-то непонятное такое творится в мире. Очень многие вещи, которые мы делали, привыкшие к тому, что мы делали изо дня в день, мы начинали это учиться делать по-новому, по-другому, вообще из ряда вон выходящее. Ну, как бы все-таки сейчас появилась такая небольшая надежда на то, что все-таки это разрешится и разрешится в хорошую сторону. И мы все-таки сбросим эти злополучные маски. И, наконец-то, мы не будем их больше вот так вот напяливать и задыхаться в них ходить. Мы все это все лето провели в этих масках. Ну, думаю, что очень скучаем, потому что было по детям. Очень хочется уже начать заниматься. Школы работают уже все, как бы вот мы взлетели и зависли на каком-то одном уровне. И все-таки хочется, чтобы это уже все разрешилось. Нам самим нужна как бы тоже изнутри какая-то вакцина, внутренняя вакцина, чтобы как бы вот здесь вот у нас в голове это все не так по здоровью, да, а чисто в голове, чтобы каждый человек излечился. Излечился как-то в легкую забыть про этот период и начать заново. Говорят, что этим вирусом может заболеть каждый человек. Заболели ли вы? Да, было, но я думаю, что как бы было непонимание. Как у вас протекала болезнь? Ну, я говорю, было непонимание, что со мной происходит. Как бы, я не знаю, может быть, это меня и спасло, потому что во многих случаях те люди, которые заражались этой болезнью, они, у них была какая-то паническая атака. Вот, они паниковали, и поэтому у них она протекала более такая в тяжелой форме. Ну, у меня, слава богу, все это как бы прошло. Ну, думаю, что средней такой тяжести. Температура, а так, в основном, общее состояние было неплохое. Ну, а как вы боролись этим? Как-то своими путями или же к врачам? Нет, сама. Сама? Вот у меня муж после меня как бы переболел, но по советам врачей лечила его я. Я делала ему капельницы, я делала ему уколы. Как бы по расписанию он пил таблетки под моим чутким руководством. Как вы думаете, кончится ли пандемия в скором? Ну, конечно, все кончается. Будем надеяться, что все-таки это все закончится когда-нибудь. Все будет хорошо. И изменится ли мир после этого? Да, он изменится, он не будет таким, как сегодня. Да он уже как бы поменялся, поменялись какие-то ценности человеческие. Где-то в хорошую сторону, где-то в плохую сторону. Если вы поймаете золотую рыбку, какие ваши три желания будут? Записывай. Я записываю. Хорошо. Машина, дача, квартира. Это раз. Машина, дача, квартира. Это раз. Это шутка, это вот Елена Степаненко так пошутила в своем монологе. Ну, а так, что бы я хотела? Ну, не знаю, три желания. Я думаю, что мои эти как бы три желания, они у меня есть. Я их не буду говорить, потому что, если скажешь, они не исполнятся. Я хочу, чтобы они были именно такими, какими бы я хотела. Румя Рафатна. Румя Рафатна, какая ваша цель в жизни? Цель в жизни, ну, как бы все-таки воспитывать внуков, все-таки быть рядом с ними, а не далеко. Мы общаемся только по видео каким-то коротеньким таким переговорам. Вот, хочется, конечно, внести в воспитание внуков что-то свое, потому что у каждого вот здесь внутри есть вот такой вот какой-то живчик, который вот нужно, чтобы продолжилось в поколении. И вот хотелось бы мне внести в воспитание что-то свое. В марте месяце у меня, дай бог, родится внучка. Поздравляем. Внуку уже, да, внуку уже третий год, а в марте месяце ждем пополнения. У каждого человека в жизни есть такие моменты, которые никогда не стереть с памяти. Есть ли у вас именно такие моменты счастливые, грустные? Ну, их много, знаете, вот рождение ребенка. Самое запоминающееся, можете сказать. Да, самое запоминающееся, это вот рождение моего сына. Самого любимого человечка в моей жизни. Талант это от бога или же все-таки работа над собой? Что вы считаете, что такое талант? Я считаю талантом все-таки это дар божий, потому что если у человека нет врожденного таланта, он не сможет в той или иной сфере как бы совершенствоваться. А талант нужно развивать. Как бы он дается и потом все-таки трудом он развивается и как бы становится совершенством. Часто ли вы обижаетесь? Нет, меня можно обидеть, но как бы не часто, потому что я не даю себя в обиду. Стараюсь не давать себя в обиду, да. Ну, обидеть можно, но я быстро выхожу из этого состояния. Как бы я делаю для себя выводы, беру для себя какие-то уроки. Ну, быстро отхожу. Все мы знаем, что ансамбль эстрадного танца «Соната» – это одна из лучших коллективов. Ваша самая любимая творческая работа, то есть танец. Какой? Ну, каждый танец, который мы создаем, именно вот как хореографы, он не просто так рождается, это выносится какими-то муками, тоже вот как рождение ребенка, да, точно так же создается танец. Самое главное, конечно, это музыкальная основа, на которой все остальное потом ставится, и идеи. Но идеи, они могут возникнуть откуда угодно, просто вот как бы любое окружение может подтолкнуть на создание какого-то танца. И получается, что все танцы, которые создавались мною, создавались там другими моими коллегами, я думаю, что это как бы наше детище, и оно не может быть нелюбимым. Как вы думаете, в чем женское счастье? Ну, я думаю, что у каждой женщины оно свое. Каждая женщина хочет видеть свое счастье, она создает его. Мое женское счастье – это моя семья, моя работа, да все, что меня окружает. Я считаю себя достаточно счастливой женщиной, и мне кажется, у меня все есть, я очень счастлива. Если у вас появится такой шанс, что можно будет вернуться назад во времени, в какой бы период жизни вы бы хотели вернуться? Нет, возвращаться я не хочу, потому что как бы я прожила хорошую полноценную жизнь. И у меня вот мой девиз – я не люблю оглядываться назад, возвращаться, поэтому вперед и вперед. Если бы у вас была возможность поменять профессию, какую бы вы выбрали? Профессий? У меня профессий много. Я музыкант, я филолог, но это чисто по документации. Это приобретенная моя профессия, поэтому, не знаю, ну, может быть… Нет, конечно, я бы выбрала это, но, может быть, где-то вот далеко-далеко, может быть, я бы хотела попробовать себя в врачевании. А каким врачом? Ну, вообще-то, может быть, хирургом. Хирургом? Да. Я бы хотела стать пластическим хирургом. Ага. Да, может, вот так. Пластическим хирургом? Да, как бы, ну, все равно каждый человек как бы вот видит несовершенство, да, в своем этом. Мне бы хотелось вот таким образом, может быть, доставлять счастье… Людям? Людям, да. Убирая какие-то недостатки, как они считают. Советовать, может быть, этого не делать. Какие у вас пожелания есть нашему коллективу Дворца культуры «Фархат»? Нашему коллективу как-то сплоченней, что ли, быть. Ну, хотя мы и стали сплоченней, нам больше бы общаться, нам надо уже как бы не так, сидя по кабинетам, а выходя вот на общие какие-то совещания, собрания, планерки, которые у нас были. Да, все это не… Вот как будто с чем-то с мертвым общаешься, когда вот в Телеграме читаешь какие-то письма, записки. Хочется вот сесть в этом большом зале, ладно, соблюдая там какие-то все медицинские нормы, сесть и общаться уже вот так вот с живым общим большим коллективом, выслушивать мнение каждого, все это сплотясь делать, ну, вот как-то вот так. То есть вы соскучились по тем самым временам? Да, 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 уже хочется, хочется вот эти собрания, чтобы мы выслушивали вот в живую все это. Да. Хочется живого общения, такого большого общения. И руководство, чтобы с нами общалось именно уже в живую. Ну, я думаю, когда-то это все равно будет. Ну, и по доброй традиции, Румяна Арафатовна, вы выбирайте нашего следующего гостя. Ну, хотелось бы, конечно, я с уважением, с трепетом отношусь к этой женщине. Очень милая, очень добрая. Никогда не было такого, чтобы, зайдя к ней в кабинет, услышать какую-то неприязнь, услышать какой-то окрик. Она всегда, заходи, садись. Это моя любимая Шалева Анна Анатольевна. Итак, наш следующий гость, костюмер двоца культуры Фархад, Анна Анатольевна Шалева. Ну, и по традиции у нас стоит предмет, и хотелось бы узнать ваше мнение, ваши ассоциации именно с этим предметом. Сегодня у нас лепешка, узбекская лепешка. Ну, как вот я помню с детства, что ассоциируется с тем, что как бы хлеб всему голова. С чего начинается стол, узбекский стол, любой стол. Он начинается с хлеба, с запаха хлеба. Ну, ассоциации – это то, что запах хлеба – это уют в доме, это доброта. Хлеб – это все-таки труд многих людей, что очень… Вот они, когда делают, смотрите, оно очень такое красивое, румяное. Сразу видно, что очень много людей приложили руку. Да, дорогие друзья, хлеб всему голова. Не теряйте голову в этот трудный час. С вами была передача «Чайгора». Увидимся в следующем выпуске. До новых встреч!